и вот мы снова здесь мой дорогой друг друзья я включаю первую серию сердце и влеевой не смотрела ничего не знаю как всегда в живую это все с вами делаю сегодня утро понедельника а слушайте с открытым сердцем буду смотреть надеюсь что понравится надеюсь что будет что разобрать с психологической точки зрения будем смотреть за речевыми стратегиями будем смотреть за невербальными коммуникациями в общем за всеми теми интересными штучками за которыми мы менталисты обожаем смотреть давайте посмотрим будет ли этот прекрасный выпуск и это замечательная премьера полезно для нас начинаем у него есть все карьера весь вайб энергия хорошее настроение заряд бодрости он же здесь и друзья миллионы подписчиков но нет самого главного отношения сразу хочется начать конечно же про сценарий хорошей девочки здесь все что я вообще милю дорогие друзья и новые гости принимайте как сугубо мое предположение основанное на моем образовании в сфере психотерапии но сразу сразу хочется начать говорить про сценарий хорошей девочки потому что хорошая девочка это как раз таки наша карьеристка это супер успешно амбициозная красивая классная умная эрудированная девушка которая достигла очень многого а многого она достигла потому что ей очень много нужно миру доказать миру своим близким и прежде всего себе девушка которая растет из такого знаете супер глубинного детства с установкой что любви такая какая она есть она все таки не достойна понимаете я на всякий случай еще раз это проговорю чтобы у вас прям знаете она провалилась любви такая какая я есть я не достойна поэтому я буду пахать как шакалиха как ломовая лошадь я буду работать я буду учиться я буду бежать по карьерной лестнице я буду ноги в кровь просто разбивать чтобы добиться 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 этой любви знаете такие схемы с детства ты хорошая когда ты делаешь xyz а когда ты xyz не делаешь ты не хорошая ты не достойна любви ты достойна любви когда ты сделала домашнее задание в школе ты достойна любви когда ты сделала уроки ты достойна любви когда ты убрала комнату ты достойна любви, когда ты доела борщик мамин. А если не доела, любви ты недостойна. Вот они эти схемы, вот они эти чертовые, чертовые поганые схемы из детства. И я знаю, я, знаете, уже читаю ваши мысли, мои дорогие зрители, что ну а как же так? Получается, что залюбленный ребенок, он не карьерист, он ленивый, он ничего не делает, ему ничего не надо, он же уже уверен в том, что он достойна любви. Нет, нет, мой дорогой зритель, трюк в том, что когда человек уверен, что такой, какой он есть, он любви достоин, он так же идет по пути своего, как сказать, создания своей самости, по пути своей карьеры, но жопу он не так сильно рвет. И, возможно, потери не такие большие несет. Вот, вот почему-то, знаете, сразу захотелось им на эту схему проговорить, то есть вот, безумно красивая девушка, умная, талантливая карьеристка, а почему-то отношений нет, а потому что, возможно, возможно, в глубине все еще сидит вот эта установка, что вот просто так любви недостойно. Но, опять же, как можно сравнивать карьеру и отношения? Отношения, это намного более глубинная история. Все-таки, знаете, даже такой простой пример вам приведу. на работе мы притворяемся, на работе мы, знаете, стараемся больше социально адаптироваться, да, то есть я никогда своему клиенту не скажу, ты чё, опоздал там, или что-то там, да, грубо, перебью его, или вломлюсь к своему начальнику в кабинет, такая, нам нужно поговорить, и нужно поговорить прямо сейчас, и мне плевать, что ты сейчас делаешь. Такое никогда не происходит, ведь правда, мой дорогой зритель. А вот с близкими почему-то мы себе это позволяем. Понимаете? К своему любимому мужчине, партнеру своему вы врываетесь в комнату и говорите, мне нужно прямо сейчас, и срала я, что происходит в твоей жизни. Отношения и работа очень разные сферы. Как ты решилась на такой проект, и зачем? Вот именно, Ромочка, потому что путешествия, съемки, тревела, с Юркой в 6 утра гуляю, ну, это когда мне знакомиться с парнями, и ходить с ними на свидание. Поэтому мне нужна помощь. Блин, это дешевая отмазка. У меня нет времени ходить на свидание. Ну, я понимаю, что просто под формат шоу это логично, зритель хавает, типа, ну да, она деловая, у нее нет просто времени ходить на свидание. Ну, то есть, ну, просто хочется сразу это, да. Мне, кстати, часто люди спрашивают, как ты находишь время учиться в двух вузах одновременно, и работать, и записывать вот такие выпуски, и делать сториз. То есть, знаете, друзья, когда на пиздострадание времени мало тратишь в день, очень много можно начать успевать. Блин, а как я не буду отказывать? Как-то это будет, ну, наверное, неловко. Я знаю, по мне не скажешь, но я очень сопереживательный человек. Мне так страшно обидеть человека. Я очень много сопереживаю. Я боюсь обидеть. Можем сразу потихонечку такой психологический портрет писать, да, нашей дорогой главной героине. То есть, эмпатия явно высокая у человека. Ты будешь выбирать по голосу. Как тебе подскажет твое сердечко, Ивлеевское, так ты и поступишь. Я привыкла, что первая оценка, это внешняя оценка. И сложно по голосу понять, кто есть кто. Я в шоке от того, что вслепую. Я думаю, что я их буду видеть. Такая симп, не симп, не нравки, не нравки. А тут по голосу и что? А если я повернусь, а там... Немножко пугает ее разочарование симп, не симп, не нравки, не нравки. То есть, неужели непонятно, что вслепую ты можешь именно почувствовать? Или ты реально мужиков только по внешности отбираешь? Боже, пошли мне, красавчика. Она уже второй раз красавчика просит. Чек. Buenos dias, меня зовут Артем. Мне 28 лет. Я приехал из Испании, города Риканте. Я себя чувствую русским человеком, но замаринованным в испанском соусе, так скажем. Вино, сальса, фламенко. Я думаю, что мы подходим энергетически с Настей, поэтому я буду бороться и верю, что я дойду до финала. Я 100% знаю, чем покорить сердце девушек. Насколько отличаются русские, которые выросли, возможно, да, я, конечно, не знаю, но предполагаю, что раз Артем так хорошо говорит на языке, он в Испании уже давно, или давно живущий за границей, насколько они прослабленнее по открытии, по социальней. Заметно, заметно. Вот видите, да, 20 лет человек в Испании живет, соответственно, и менталитет очень теплый, южно-европейский. Классно. Я бы нажимала кнопочку. Здрасте. Вы милый, правда. Спасибо большое. Ой, вы прям красивый. Спасибо. А это что за торец? Это для вас, да. Красивый. Слушайте, я как вот с этим, с Эдиповым комплексом, кружечку заводила, мне, походу, нужно кружечку завести с Ивлеевой, как она красивый каждый раз говорит. Да, но уже три раза. Сейчас я... Три раза уже сказала. Давайте поиграем с вами в эту игру. Представим, что я очень капризный пассажир. По-моему, это очень легко представить. Брату понравилось. Брату понравилось. Пожалуйста, за это время вы семью не налетали? Вы не были женатами? Нет, пока Бог отвел. Ну, очень интересно. Знаете, я себе бы записывала. Я буду себе записывать. Я теперь понимаю, почему девчонки начали списки делать, которые у меня в Телеграмм, мои милые уточки. Я вас, видимо, на парней настолько интереснее смотреть. Почему не делают вот такие шоу? Ё-моё. А у вас очень красивые ушки. А можно я прям так? Спасибо больше. Кто-то на удачу иногда трогает. Смывается. Очень интересный. Очень интересный персонаж. Посмотрите, какой уровень эрудиции, какой уровень подбора. Вообще. То есть, блин, вы вообще понимаете, что лопоухого парня дергают за уши? У него просто ни одна мышца на лице не дергается. Он еще и шутить про это умудряется. Очень интересно. Интересно, интересно. Меня зовут Максим Зонов. Мне 27 лет. У меня есть своя квартира с евроремонтом в центре города Кемерово. Зарабатываю на квартиру в Москве. А чё так смешно? А чё ты так смеешься? Потому что у тебя мама первую квартиру купила. Чё смешного такого? Я вырос в полноценной любящей семье. И глядя на своих родителей, а вот я достичь, наверное, такой же гармонии. Я думаю, да даже я уверен, что я понравлюсь Насте своей улыбкой, своей харизмой. Я так... Не нравится. Не нравится. Я харизматичный, я яркий. У меня такая улыбка. Хочу такую же гармоничную семью, как моя мама и папа. Чё-то не то. Чё-то не то, девчонки. Анастасия, я безумно буду рад вас увидеть. Анастасия, повернитесь же скорее на своём стульчике, чтобы увидеть, какой я мачо, какое у меня классное тело, как я генетически сложён идеально, чтобы восполнять какие-то генетически уже сложённые дефициты. А я фитнес-тренер. Вы видите, как у него голос трясётся. Я фитнес-тренер. Конечно же ты фитнес-тренер. Конечно же ты фитнес-тренер, который заработал на квартиру в Кемерово, зарабатывает на квартиру в Кемерово в Москве. Хорошо. Я пришёл к вам с букетом цветов. Это розовые розы, символ вдохновения, симпатии и... Вот скажите, хорошо, скажите, дорогие мои дамы и мужчины, конечно же, если вы смотрите. Если у вас есть полторы минуты впечатлить человека, полторы минуты, вы будете стоять и описывать свои розовые розы, которые вы принесли. Вот скажите, в каком сценарии вы будете, вместо того, чтобы рассказывать про себя и про свой внутренний мир, рассказывать про розовые розы, которые у вас в руке? В том случае, если про внутренний мир рассказать нечего. Вот злитесь, беситесь, похер. Это мой вердикт. Когда мужчина приходит с цветами и делает какой-то милый комплимент. И абсолютно ни черта про себя не рассказывают. Ни черта. Хочется сказать ваше любимое слово на букву Н, девочки. Сейчас очень в тренде это прекрасное слово, нарицательное для мужчин. Очень хочется его сказать, но пока нельзя. Это тоже нужно уметь. Я даже не ожидала. Чего украл, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Прям с картинки. Ну, конечно же, он прям с картинки. С учебника DSM-5. Извините, профессиональные шуточки. Ну, вот знаете, девочки, вот я просто, я имея этот опыт, у меня не может не фонить, не может не фонить нарциссическими историями. Не может не фонить. Вот прям визуально, вот-вот просто это вот в учебник хочется фотографию. В учебник посмотрим. Геркулес. Меня часто называют Геркулесом, потому что мой рост 194 см, как и соответствует настоящему сибирскому парню. Мой рост 194. Знаете, вот просто вот продажа жеребца. Вот жеребец. А мой рост 194. Я знаю, что я накачанный. Я знаю, что я красивый. Я знаю, что меня называют Геркулесом. У меня очень красивая улыбка. Я такой обаятельный. Блин, девки, можно? Нет, ну все, все, клейте. Клейте ему вот это. Клейте ему нарциссик маленький на лоб. Давайте, давайте. Я потом извинюсь, если что. Ничего страшного, мне можно. Это мой телеграм-канал. Нарциссик. Объективно, да, я вполне привлекательный парень. Я это знаю, потому что я всегда... Сколько можно разговаривать про твою привлекательность, братик? Я вижу, как навстречу улыбаются мне девушки. Я тогда даже считаю. Я вижу, как у меня улыбаются девушки навстречу. Я их даже считаю. Пиздец, Максим. Это пиздец. Это пиздец, Максим, бля. Слушайте, я посмотрю выпуск Андрея Боярина, моего дорогого друга-коллеги. Мне просто страшно представить, как он этих... Он этих пацанов там привязал просто к Ниве и по асфальту протащил. Как-то... Мое сердце поет. Тебе повернулись? Да, естественно, но как иначе. Мастя одобрила? Искрабила. Я вас верю. Удачи. До следующей встречи. На фоне остальных ребят я явно буду выделяться. Ну, я просто красавчик, в принципе. Вы понимаете? Нет, вы понимаете? Знаете, что самое интересное? Сука, я по одному взгляду определил. По одному, сука, взгляду определила. Посмотрите на этот пиздец. Посмотрите на этот пиздец. Я-то знаю, что я буду выделяться. Я ж красавчик. Что еще нужно? Что еще нужно? Что еще нужно этим тупорылым женщинам? Что еще нужно? Господи, пиздец. Пиздец. Реально есть научный ресерч, что нарциссы физически реально предрасположены выглядеть определенным образом. Потому что это как, знаете, это как... Как это, блядь, называется? Это как адаптация генетическая. Это как адаптация к отсутствию определенных вообще там пиздец нейронных связей, к отсутствию эмпатии. Потому что если бы человек с отсутствием эмпатии, нарциссизмом выглядел как черт, он бы вымер, он бы вымер как вид. Он как вид. Вот этот вид, вот этот ген, он живет только благодаря тому, что вот он вот так выглядит. И он размножается. Свадьба. Леха, он вел затворнический образ жизни. Естественно, с кем поведешься, от того и наберешься. И я тоже погрузилась полностью в отношения. Но потом я поняла, что это не круто. Мне просто не хватает людей, не хватает жизни, какого-то кислорода, скажем. Понятно, Ивлеева у нас лабрадор. Ребята, которые были у меня на вебинаре платным по отношениям или смотрели бесплатный у меня эфир про лабрадоров и сов, вот яркий представитель, значит, у нас лабрадоров. Если ей в отношениях не хватало социальности, движения, гулик, развлечений, все понятно. Лабрадор будем иметь в виду. Очень похож, чертовски похож. Я в шоке. Нет, объясни мне, пожалуйста, почему ты так выглядишь? Ты специально так сделал? Нет. Ты же знал? Клянусь, нет. Я с этим хожу месяца два уже. Я вообще не знал. Прическа еще, да, подходит. Вот даже если он видел. Ну, допустим, внешность, он же, нет никакой коррекции, это его внешность. Окей, ты проходишь дальше. Но на этой волне дальше точно как бы прокатиться не получится. Тебе нужно будет предъявить свою индивидуальность и харизм. На этой волне дальше прокатить не получится. Ты имеешь в виду, дорогая Ивлеева, на волне твоей проекции сейчас своего бывшего парня на него? Это твоя проблема. Это не его вина, что он на него похож. Ты еще занимаешься проекциями. Проблема не парень. Проблема эмоций и чувства, которые возникают у тебя, когда ты смотришь на этого парня. Кто расстроилась? Да. Ты не унишь своего спорта? Ну, мусечку нахер. Ну, я юненька такая, вешенка. Ты чего? Маленький ЛД-чик только пришел. Да мама! Насколько не закрыта? Насколько не закрыта дверь в прошлое? Херовастенько. Херовастенько. Не, ну для нас-то это, конечно, супер. Для нас-то это супер материал для работы, да? Но вообще херовастенько. Надо дальше их выбирать. Не знаю, это дурацкая красота. Затей была. Ой, была, что я теперь нужна? Приветики. Зовут меня Диман Хулиган. Мне 25 лет. Я уроженец Алтушки. Просто в жизни еще лучше, чем на видео. Я начинаю верить в то, что любовь с первого взгляда, она существует. Настюшка, эти цветы я хочу подарить тебе, моя дорогая. Ты очень классно выглядишь немножко. Я действительно искренне люблю Настю. Ну, люблю громко сказано. Действительно искренне она мне понравилась. Блин, вот Дима просто по учебнику Лабрадору, смотрите, сразу кинулся ее трогать. Сразу кинулся ее обнимать. Уже запинает. Уже говорит, что любит. Уже все. Уже лучше, чем на картинках. Простой парень. Хочу детей. Это вот просто классический тип личности. Вот парня такого лабрадорчика. Я знал, что она заценит этот трек. Можно я тебя обниму еще раз? Ну. Еще раз обнять нужно Лабрадору. Еще раз обнять. Очень, очень важен тактильный. Вот этот тактильный, тактильный момент. Очень важен. Всем привет, меня зовут Голикова Василий, мне 28 лет, я из города Москва. Первым делом я впечатляю своими габаритами, потому что рост 205, размер ноги 51. Третий пункт я уже лично Насте скажу. После этого уже смотрим на юмор, на ум и на голос. Разброс, как можно впечатлить Настю, достаточно обширный. Добрый вечер. Раз, раз, раз. Здравствуйте. Голосом берем сразу, я вижу, да? Очаровательно. Я двухметровый айтишник. Блин, красавчик, ну, вдруг, красавчик. Меня зовут Василий, и я двухметровый айтишник. Блин, это, ну, да, он все, он сразу попал, видите? Мне нравятся парни вот с большими руками. Ну, такое вот он, что прям, ну, и не богатырь такой, не перекачанный, чтобы в миру было. Как будто вот он такой сам по себе крепкий, конечно. Настя только про внешку говорит. Вообще, я удивляюсь, я удивляюсь. Полчаса шоу прошло, она все еще рассказывает про какой он должен быть визуально. Я, можно, напишу вот в своей отметочке про красивый еще одну палочку, потому что крепкий, большой, руки, ноги. Для меня важна искренность. Я хочу быть собой, потому что, как бы это банально не звучало, но это, правда, важно и сложно. Живешь в образе, и ты постоянно о нем думаешь, и боишься из него выйти, и это не дает тебе возможности расслабиться и принимать решения как-то интуитивно, органично. Поэтому моя задача А. Классно выглядеть. В восторге. Мне надоедает, и я устаю от того, что в повседневной своей жизни и работе мне постоянно приходится следить за своей внешностью, да. И я очень от этого устаю, хочется расслабиться, поэтому задача номер один – следить за внешностью. Охерительно. Охерительно. Иметь умопомрачительную фигуру. Второе – иметь умопомрачительную фигуру. Пиздец. Внешность, 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 внешность. Ну и в-третьих – расслабиться и реально быть собой. Если мне что-то будет... И расслабиться и быть собой. Охуительно, девочки. Задача номер один – следить, как я выгляжу. Задача номер два – следить за фигурой. Задача номер три – наконец-то расслабиться. И быть собой И быть собой Здравствуйте Меня зовут Эмиль, мне 32 года Друзья меня называют принцем Персии Так как Так, его, пожалуйста, сразу в коробочку К Геркулесу, просто сразу Я отец прекрасный, дочурка пятилетная К сожалению, ее мама не была такой прекрасной Поэтому она уже бывшая До свидания Девочки, девочки До свидания, пиздец Вот если вы это слышите Если этот человек в первые полторы минуты сказал Пиздец, девочки Просто бегом Бегом Из этой истории Просто нужно было жениться, чтобы была помощница Маме После свадьбы Нужно было жениться, чтобы была помощница маме Мама вот так смотрит на нее Ну, ты бы по росту не по твоей И все время мама шутила Но в шутках говорила правду Вот я сына еще раз поженю Высокую, красивую, такую Секую, которая мне нравится Которая подойдет А вы красивый? У меня они сразу зовут Пиздом персий Вот насколько мама не шарит Вот насколько мама не шарит Как может мать повернуться? Как можно повернуться? А вы красивый? Что мама сказала? А вы красивый, блядь? Я еще одну палочку запишу про красивый Я еще одну палочку поставлю Вот теперь вам понятно, откуда эта хуйня в голове Мама, вы знаете У меня есть дочка от женщины, которая непрекрасна Поэтому я с ней развелся И мама такая А вы красивый? Охренеть Охренеть, девочки Охренеть А для Насти горы свернете? Для Насти да А для меня полгоры Для Ой, Восток Это мужчина У него шансы есть Мужчина первое, что сказал Это что он был женат И он в разводе Потому что мама не оказалась столь прекрасной Как прекрасна его дочка Это мужчина Настя, я тебе подарю звезду на небе Ой, я вот не сомневаюсь Я вот не сомневаюсь, что именно вот этот звезду на небе подарит Помните мультик советский был, да? Бесконечность Бесконечность Она там эту кастрюлю натирает Бесконечность Да, вот печальная история в том, что очень много лабрадоров Мужчин придут на эту передачу Именно, знаете, такие высокоинтеллектуальные Как говорит Явлеева Душнилы Навряд придут за Вот такой популярностью Знаете, за экранным временем Хотя именно они Те самые душнилы Которых Явлеева побаиваются На самом деле ей нужны Вот такой яркой девушке Нужен душнила Вот ей нужен такой домашний мышоночек Домашний не в смысле, что он какой-то там перекон Но вот он должен, знаете, ей тыл прикрывать Понимаете? Вот два вот таких ярких лабрадора Вот они не сойдутся Ей нужна, знаете, такая вот именно Она, видите, такая очень спонтанная Очень легкая Вот она такая вот эмоциональная, яркая Ей нужен такой, как это, скала Скала и Магомед, знаете Вот ей нужна скала Вот ей нужен мужик скала Который такой твердый Он ее поддержит Он ее прикроет с тыла Мудрый, умный Немножко холодный Немножко расчетливый Вот именно, чтобы ей балансировать Понимаете? Вот все, что у нее уже есть Нахрен ей то, что у нее уже есть Не нужен ей еще один лабрадорчик Вот бегать вместе Нет Ей нужен вот этот вот надежный Такой Такой каменный Каменный тыл Мудрый каменный тыл Надежный Вот прям даже сейчас рассказываю Ух, у меня даже откликается Скажите, девочки, откликается ли у вас Пацан красивый Ребята, я вообще, я кайфую Я кайфую Ну что, расскажите, как молодой человек Красивый, энергичный А какой у вас рост? У меня 177 Так, ну вы выше меня на 3 сантиметра Это повод повернуться А какой у вас рост? Вот из всех вопросов Вот из всех вообще Какую девушку вы ищете? Что, не знаю Какая у вас страсть? Ну ладно, страсть по жизни понятна Конечно, человек танцует Ну как бы вот Спроси что-нибудь Что-нибудь, чтобы понять Какой он человек Какой у тебя рост Надо брать Так, я чувствую холодные Чуть-чуть влажные руки Настя, попроси, чтобы завернули его нам Ты решила оставить мне немножко поток? Ну что, Настя, ты готова К двум шокирующим новостям? Давай Первое Мы только что первый раз с тобой Держали за руки И ты держала за руку победителя проекта Сердце Ивлеев Ну приветствуем еще одного лабрадора В кучу участников, правда Ну посмотрите, да Физический аспект Яркий, спонтанный, веселый Общительный Тактильный Тактильный Он с чего начал? Он с чего начал? С прикосновения руки Ну вы понимаете, что это опять по учебнику? Ну понимаете, вот чем больше лабрадоров будет в ее загончике Тем легче сове будет победить Как настроение? Тигровое Ай, вот так Блин, ну блин, ну это пипец Нет, я начинаю понимать Я начинаю понимать, почему обычно берут все-таки мужчину главным героем А приходят к нему женщины Потому что это пиздейшн Меня зовут Андрей Мне 28 лет Я приехал из города Ростов-на-Дону Живу в Москве уже пару лет О, землячок, привет Короче, я увлекаюсь разной всякой движухой И умею зарабатывать на этом деньги Вел тренинги по пикапу в городе Ростов-на-Дону И я думаю Я тоже так думаю А почему ты не смотришь в нее глаза? Ну я не могу Моя мама корчит лицо и говорит Нет Но меня это еще больше мотивирует сказать тебе да Мы все знаем про контрзависимость? Девочки, девочки Кто смотрели мои разборы Холостяка и Мистера Икс Мы все уже знаем про контрзависимость? Вот куда она приводит, девочки Смотрите Есть вот мальчики-позитивчики Энерджайзеры, батарейки Есть рояль А есть вот Андрюха С расстройством Ну он сам сказал, кстати Он сам же сказал Пожелаем удачи Пропускаю Ну да, я же уже повернулась Я не могла не повернуться Потому что меня все девчонки сейчас должны понять К тебе спустя 8 лет Когда ты стала успешной, знаменитой девушкой Приходит твой бывший И хочет снова побороться за твое сердце Ну я думаю, что нам будет еще Девушки, вы поняли, о чем она? Я не поняла Я не поняла в том контексте, в котором она имеет в виду Я поняла в психологическом контексте, конечно Нахрен тебе мужик, который пришел к тебе уже известный Потому что он осознал, что он потерял Это вот опять, знаете, хорошая девочка Видите? Вот видите, я наконец-то Стала достаточно крутой И достаточно заслуживающей любви Что все бывшие ко мне приперлись Знаете, так интересно, что все, что я записала на салфеточку Вот сейчас Это 11 палочек 11 упоминаний Красивый Красивая и красивая внешность И имя Олег Олег, это, по-моему, который пилот был Забавно Посмотрим Посмотрим Ты вообще-то не хайпажор-то, нет? А чем? Чем не хайповать-то? Просто, да, заселиться? Как видишь, бред на нигде я Вот мне интересно, когда же Анастасия уже была Вот испанца тоже хочется записать Испанца тоже запишем Мужское шоу Блин, это очень смешно Девки, это сильно Блин, это сильно Господи, ребята, это потрясающе Я сразу могу сказать, что это самый лучший подарок в моей жизни Это вау-эффект Это камень Прикольно, чем молодец Даже не потратился Было бы, конечно, потрясающе, если был это бриллиант какой-нибудь Вот такого размера, да? Это было бы очень кстати Давайте попробуем подумать, от кого он может быть Может, это из почек Может, это из почек Тогда нужно искать большого мужика Блин, понимаете, какой пилот остроротый? Вообще Это символ того, что с мужчиной ты должна быть как за каменной стеной Нелепый подарок Как будто бы просто шел по улице, совершенно не знал, что придумайте подарить Такой, о, камень И потом уже заложил в него смысл Видите, Настя, это тоже, кстати, очень интересно наблюдать Она не воспринимает метафоры Вот подарок камень Это метафора Действительно, он, видите, заложил смысл Что ты за мужчиной, как за каменной стеной А она такая, ну... То есть вот с Настей, с ее типажом психологическим Нужно прямо Понимаете? Без метафоры Без вот этих вот, понимаете Вот как Без сказки Это очень интересный такой психологический фактор Это то, как она как бы воспринимает мир И получает информацию Именно прорабатывает информацию Понимаете? Из вне приходящую к ней Вот метафорами с ней разговаривать будет бессмысленно Она не поймет, ей это не близко и непонятно Ей нужно говорить, вот знаете, прямо, вот линейно Четко Второй подарок странный Это огромная белая туфля Как ваза или что это вообще такое, не знаю Настя, это мой подарок Боже, неужели у нашего Аполлона такой плохой вкус? Потому что, ну, это никуда не годится А симпатизирует он то, чтобы ты всегда оставалась на высоте Туфля безвкусная Странно Видите, как интересно Он тоже метафору заложил Он тоже метафору заложил Туфля, чтобы ты оставалась на высоте А у нее, видите, реакция Безвкусная туфля То есть она полностью, полностью вот убирает Вот этот вот метафорический смысл Она его не воспринимает И говорит, ну она же безвкусная, эта туфля То есть она, видите, смотрит Literal Я просто не знаю, как по-русски сказать Вот прямо, да То есть весь этот месседж, он ушел Она, все, что она видит и воспринимает Это уродливую туфлю Браслетик Это золото Какое потрясающее украшение Сегодня прилетело ко мне Эмилия, дорогой, это ты, да? Да Тут какая-то кошка, багира Она моя тигрица Там твои инициалы То есть ты хочешь сказать, что этот браслет специально для меня делался? Специально для вас, да Не был просто в магазине сувениров? Ну хорошо, можно потратиться, подарить что-то дорогостоящее Ну тут же ты не крутостью меряешься Какой месседж в этом? Видно, что... Видите, парень говорит, какой месседж в этом? Видите, он метафорист Вот он такой, ну как, ну как же месседж? А ей зайдет, вот ей зайдет браслет и золото с инициалами моими Супер, вот прямо, прямо четко понятно Какую женщину ты хочешь видеть рядом с собой? Ту, которой я буду нужен Я считаю, что мужчина должен быть нужным И у меня ощущение, что вот тебе как раз таки не хватает какого-то мужского плеча, который может тебе давать заботу, уют Получается, ты в этом проекте будешь делать все для того, чтобы вот ты мне стал нужен Конечно Здорово Он как будто надежный Я доверяю своей интуиции Вот надежный, то, что мама утка предрекала Ей нужен надежный парень, такой вот скала Девочки, ищем ей скалу Дима По моей реакции, наверное, было видно, насколько я в шоке Потому что у меня был конфликт с лысым лохом Несмотря на то, что ты парень с района И у нас есть много общего Это не значит то, что мы с тобой какие-то кореша Или давно знакомы Что ты можешь подходить, лапать, приобнимать Мне кажется, что ты немножко попутал В рамсе Да Ощущение, что для Димы это конец, он растал Окей, я в дальнейшем не буду позволять такие ситуации Ну а есть ли смысл вообще давать шанс тебе? Доверься тому, кто видел дно, на самом деле Не дай бог, как говорится Я настоящий парень, и ты это увидишь просто-напросто Окей Знаете Тут хочется поговорить про его понимание слова настоящий Вот он называет Такое часто бывает Мы неподходящим словом называем свои качества Пытаясь их как бы отбелить Нашему хулигану видно, что он постоянно готов защищаться Видите, он как будто постоянно готов к бою И это говорит о том, что у человека есть определенное искажение про реальность То есть вот такое, знаете Хочется сказать, мир не окей То есть мир не окей, люди не окей То есть в любой момент на меня могут напасть Поэтому я всегда в такой немножечко Агрессивной, такой прыжковой Позиции То есть скорее всего у человека были такие ситуации Есть такой вывод о мире И вот он в нем живет Причем очень так, знаете, обостренно И он вот эту всю свою как бы сценарную линию называет словом настоящий Хотя слово настоящий на самом деле немножечко про другое И он сам себе плохо делает, понимаете Вместо того, чтобы посмотреть на его поведение Его ощущения в мире Вот на... Посмотреть как есть Реально в них заглянуть И посмотреть, что это на самом деле Он вот как сверху просто так наклейку клеит Такое, настоящее Это просто я настоящий Вот мы часто такое делаем И надеюсь, вы поймете, о чем я, дорогие мои зрительницы И обратите внимание Вы просто себе тоже такое часто говорите Зато я честная А там честностью не пахнет Там что-то другое Зато я настоящая А это вот что-то вот Что вы там прикрываете вот этими своими Якобы позитивными Клейм... Вот что вы там себе прикрываете Вот этим неким позитивным клеймом Зато я натуральная Зато я настоящая Зато я честная Зато я искренняя Вот что там? Что там сзади прячется? Понимаете, о чем я говорю? Надеюсь, понимаете Тонкая тут работа Тонкая работа Смертный приговор Зачем все прошли Тонкая работа Ну не, ну это странно Я хочу отделаться от мысли Что они пришли сюда хайпануть Или просто урвать свою звезду славы Я правда хочу им доверять Очень рада вас всех видеть Я приготовила для вас вопросы Мы договорились заранее С Романом Что это должен быть Какой-то короткий блиц А легкие вопросы Которые касаются моей биографии И конечно же Я считаю, что пацаны Прежде чем прийти сюда Должны были хоть немножечко Допочитать обо мне Готовился, короче, к первой мысли Что как бы я попал Я за Настюхой следил в соцсетях Я много чего про нее знаю Мне кажется, то, что пишут И не всегда связано с реальным человеком Я являюсь публичной личностью И моя публичность По сравнению с публичностью Явлеева Это просто пук в космосе Обезьяны Знаю, как действительно часто Пресса и таблоиды Пишут всякую ересь Всякую ересь Поэтому я бы наоборот скорее Не хотела Чтоб человек читал Всякую срань Которую про меня пишут Вопрос Вася Какая птица Набита у меня на правой руке Сова или калибри Калибри Ты че, слепой? Какая большая калибри Эдвард Мой самый первый крупный заработок Полмиллиона Миллион двести Миллион рублей Зачем это знать? Зачем? Зачем это знать? Что за глупости? Что за бред? Господи Я прям сейчас по-хорошему в восхищении Правда Спасибо Радоголики Это просто отдельный класс людей Я не понимаю вообще на самом деле Как можно жить и не работать У меня были сомнения по поводу Эдварда Но сегодня На удивление Эдвард показался очень интересным собеседником Эдвард красавчик Записываю его в свой списочек Я видела комментарии моих дорогих утят в телеграме Я знаю, что одна из машин поедет домой Я сейчас попытаюсь угадать, какая из машин Это точно нет С чепухой посадили в одну машину Чепухой Только ты Вполне понятно, почему их вместе посадили в машину Потому что будет что поснимать Удивлена, что она хулигана оставила, если честно Ну, потому что Я думаю, что она оставила Потому что эта машина явно домой не едет Какого машины? Никакой дальше Эта машина тоже явно не едет домой Ты какого черта газанул на меня вообще? Слышишь, у тебя остатки волос Выпадут из твоей головы, дубин Дима начинает ему, грубо говоря, угрожать Я себя начинаю чувствовать некомфортно Бедный Эдвард, пипец Они как знали Мне кажется, специально их так посадили Это шикарно А я думал, что я даже Блин, походу эта машина домой едет Да ладно, она пилота моего сольет? Да ладно Это Я искренне желаю вам найти свою любовь и счастье Спасибо за ваше время Слушайте, очень классно Осталось 12 мальчиков Не слишком много Выпуск лютый Есть на что посмотреть Надеюсь, я была вам полезна и интересна Вы провели хорошо время со мной Потому что я с вами всегда время провожу шикарно Спасибо большое за просмотр Ну слушайте, будем наблюдать и будем обсуждать в комментариях под этим выпуском Всем спасибо Пока-пока, девчата Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok